Добрый день дорогие друзья! Наверное как вы уже знаете у нас очень большая хосячья семья. Сейчас в ней насчитывается 7 взрослых собак и 2 щенка. Одну из наших собак зовут Айсан. Это вот эта вот замечательная девочка. Ей 4 года. С нами она уже целый год. Ровно год назад мы ездили в питомник в котором брали наших собак. И владелица питомника сказала что им недавно вернули 3 собак которых они когда то продавали. То есть по каким то своим обстоятельствам владелицу пришлось от них отказаться. Это было 2 сестры Айсан и ее родная сестра и их брат родной и кобель. То есть 3 девочки и 1 мальчик. В возрасте 3 лет. Вот. Мы нам предложили Айсан как собаку в упряжку. Потому что нам не хватало. У нас было нечетное количество. 5 штук. И в теории нам нужна была 5-6 собака для упряжки. И мы сказали мы подумаем то есть разузнали все о собаке что как оказалась собака очень умная породистая у нее очень много наград даже трудно поверить что такую собаку могли ну кто то отдать. Ну как бы и такое бывает. Значит спустя где-то 2 2 недели пока она находилась в питомнике у нее была течка то есть мы просто не могли взять потому что у нас кобель был уже взрослый значит она как бы была на карантине на небольшом ну как взрослый ну год был Зохана вот год ну почти год вот и соответственно где-то через 2 недели после того как она мы предложили мы согласились и привезли ее домой Айсан себя показала очень очень как сказать очень статной леди то есть она никогда не не бежит с вами голову к еде то есть она всегда избирательно подходит понюхает ее нужно приглашать да ее нужно приглашать интеллигентно да комплименты рассказывать ей какая она красивая какая она хорошая вот только тогда она соизволит подойти и покушать даже если все остальные уже съедят свою еду она будет спокойно не спеша кушать и пережевывать вот такой вот характер она выше еды и за еду ее никогда не купить вот такая особенность мы когда ее забрали и уже приехали домой где-то на протяжении первых двух-трех месяцев как она у нас жила Айсан практически не слезала с кровати потому что у нее был очень сильный стресс она очень сильно переживала что ее вернули потом мы ее забрали это все наложилось и соответственно привлок к тому что она практически не отходила от кровати чуть-чуть в туалет и сразу же назад мы даже спали с ней договорились что если ты Айсан спишь на кровати то ты спишь четко вдоль этой вдоль стены чтобы не мешать потому что в ином положении места просто физически не хватало нет она любила поперек кровати ну она поперек а надо чтобы было вдоль да договор мы заключили договор что ты спишь на кровати но только вдоль стены иначе места всем не хватало очень любит показывать очень Айсан очень любит внимание хотя она не любит это показывать если ей что-то нужно она хочет чтобы ее погладили или подошли она отойдет метров на 10-15 где-нибудь ляжет в поле зрения то есть ты сидишь например на скамейке она впереди ложится так вот лапку на лапку делает аккуратненько и смотрит на тебя сверлит взглядом мол подойди ко мне подойди ко мне и погладь дай сам вот у нас такая вот леди очень любит бегать постоянно постоянно ходим гулять да за забор на пробежке расскажи как наши восприняли она да 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 конечно как ее встретили она же получается у нас обезьянек попала появилась шестой собакой появилась у нас шестой собакой соответственно ну Зохан так как он мальчик он воспринял хорошо хардика даже бросил да он даже бросил свою невесту хардика ради айсан вот а девушки конечно напряглись у нас были небольшие стычки то есть там было пару укусов айсан покусала айсан тоже покусали пару раз передние и задние лапы но обошлось без серьезных да она всегда Зохана защищает если кто-то на него налетает или что она сразу же побегает и вступается за него горой горой да то есть она выбрала себе любимого и всегда его ото всех защищает вот она такая вот еще она его изнасиловала сказал да айсан вот такая вот у нас девочка не не слышно не видно дома отличается очень спокойным характером очень любит когда все уходит выбирайте свои клетки вот она спит в этой клетке с охлаждающим матрасиком с охлаждающим матрасиком клетка постоянно открыта то есть она сама там спит это ее домик значит когда все уходят или все заняты она легонечко выходит осматривается и ложится на кровать поближе к подушечкам и так вот продолжает спать например вот сегодня у нас дождливая погода и получается она 30 минут с утра погуляла и все время дрыхла на кровати сейчас уже 3 часа дня то есть у нас такая сегодня выходной линии воскресенье до воскресенье ленивый выходной вот такая вот клетку на самосе выбора да клетку на самом выбору мы когда поставили то есть она самая выбора и туда кроме нее вообще никто не ходит она ее защищает очень любит дразнить других наших хвостатых берет вкусняшку там когда и даем корм или какой-нибудь еще кусочек этого банана яблока или морковки она рядом с собой кладет то есть где-то вот в метре от себя и лежит рядышком не двигается если кто-то подходит она начинает рычать показывает что нет это мое когда все вокруг съедят все свои вкусняшки она увидит это и уже начинает потихонечку есть у всех на глазах все вокруг нее встают смотрят на нее а она ест тогда ты еще туда она 4 или 5 часов лежала на диване и не вставая охраняла потом села и пошла гулять да вот такая вот такая вот леди очень любит морковку мы когда ее сырую картошку да сырую картошку конечно чем ее кормили до этого такое ощущение как будто только одними овощами потому что овощи она уплетала прям за милую душу морковь картошку все какие были овощи они там из пакеты залезала подворовала немного то есть тащила все что возможно но сейчас это уже конечно в прошлом сейчас мы конечно уже привередливые да уже уже выбираем что повкуснее просто так ничего такого лишнего есть не будем вот например будешь настроение ну 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 бери давай 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 вот да да нехоти нехоти хотя тот же самый кого пальцы откусит чтобы получить этот кусочек вот такая вот у нас леди он и пальцы проглотит если надо благородная и спокойная дамочка сейчас чуть попозже выпустим еще пару видео про других наших собачек надеюсь вам понравится не судите строго а может быть и строго как бы блогеры мы только начинающие с супругой вот и с нашими хасочками ну будем стараться чего ты закончила будем стараться работать над качеством наших наших видео спасибо большое удачи спасибо Продолжение следует...